всем привет привет дорогие мои я на даче сегодня целый день и как-то у меня целый день сегодня в основном прошел именно у плиты по моей воле как бы все я вчера грозила всем и говорила что я не буду ничем заниматься я буду отдыхать я буду расслабляться но не тут-то было вся я что-то в делах вся заботах у плиты то блины жарила то макароны делала сейчас очередную окрошку готовлю в общем гречку свареночек всякое 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 мама на работе в основном мужчины тут у меня одни поэтому всех надо накормить напоить и спать уложить сейчас кто уехал город кто прилег отдыхать я решила вам заснять и показать нашу красоту что у нас изменилось на даче какие у нас новшества но и вообще порадоваться вместе с вами моими цветочками любимый но и не только и так вот этот цветок забываю каждый раз его название но все у меня в умные все все знаете все хорошо можем скоро зацветет вот уже цветоносцы набрали бутончики думаю когда я приеду сейчас уже будет вести опять я забыла название и какая-то ерунда я не пойму то ли так должно быть или нет почему-то закручиваются верхние листья то ли это они так выходят в том расправляются то ли что-то не хватает понять не могу ну таком состоянии также хочу отчитаться что вот можжевельник начинает набирать свои обороты видите вот здесь где мы вырубали здесь был шиповник он голый немножко но я смотрю все равно уже оживает уже что-то набирается думаю что восстановится шишечки уже набрал небольшие многих еще интересовал вопрос по поводу груши который делал мой брат все-таки он ее сделал но не до конца я все ждала когда это будет конец но думаю что еще не скоро но в принципе вся конструкция готова и уже понятно что вообще хотел изобразить он поэтому сейчас вам покажу что в итоге получилось на данный момент вот такая дура получилась чем это груша он ее скрепил если я сейчас брошу ведь они не рассыпают потому что они тут скреплены полностью внутри видно видите тут все-все скреплено полностью все все-все-все таким образом все это скреплено поэтому вот выдумаешь они не открепляются и наверху он сделал такие крепления будут эти вот цепи и все это скрепляется на одну цепь подвешивается и дальше вы боксируете об эти вот шины вот этот кустарник у меня рассвел как я вам и говорила вот такие листья очень красивый мне он очень нравится пестролистник или как правильно назвать не знаю но правда листья очень красивые и смотрится шикарно только вот я думаю что его уже надо подрезать макушке чтобы он выше не становился а более делал здесь крону так немножко он поболел подрезала но ничего нормально смотрится здесь у нас такая композиция вечером горит это то что в ленте купила здесь как-то не очень пока получается но я хочу сегодня вот этот цветок и вот этот цветок отсюда убрать вперед туда и вот этот же цветок вот этот вьющийся вообще не понимаю зачем мама посадила сюда это помните я эксперимент делал вот называется ипомея вот мама сюда внедрила и немножко у нас тут петуньи это которыми на день рождения подарили вот уже отцветает и новые цветочки чем не пету не нравится и это та которую мы с иваном растили на балконе пришла я на огород еще что вам похвастаться сколько нас клубники какая огромная ведь моей ладони вообще гиганты но вот все розовенькое завтра мы уезжаем мама говорит прям жалко что дети здесь и толком поесть не могут какая огроменная двойная но обещала гайд чуть-чуть подождем может до завтра и какие-нибудь поспеют пойду сейчас помою вообще нереально ой как хочу первый клубнику которая буду есть своего огорода ну и там я тоже думаю видите майлз застыл боится агрегата агрегата чокот геза 9 у об в . маз-ю маз-ю Ну иди сюда. Молодец. Охраняет. Молодец. Вот так. Коз не боится. Коров не боится. Козу на косилку боится. Но на пылесос боится. Масаешь. Ну ладно. Иди сюда. Вот сюда иди. Вот сюда иди. Молодец. Охранник. Молодец. Охранник. Ну все. Иди охраняй. Иди враги. Конечно. Ну все. Бой прелест. Чего это орешь? Сауфастом виляются. Какие они смешные. Большие, а дурные смешные. Напугались. Косилки. Это вообще этот цирк. Сегодня брат с папой наконец-то делали вот столбушки для подвязки нашей малины. Вот дальше малина идет. В общем, будут вот такие столбушки красивые. Вот я даже подвинуть не могу. Туновика тут забетонированы. Вот они прикрепляли от столбушки. Мы с Майлсом с инспекцией. И дальше уже будет через эти дырочки продеваться нитка и подвязываться малина. Видите, я придумала какую изгородь. В общем, мама с папой нашли уже достаточно крупные огурцы. и решили, что мы с братом приедем и как раз нас все дружно угостят первым огурцом. И мама вчера пошла обрабатывать. Вот она все это прополола. И полезла рвать этот первый огурец. И в итоге была там только жопка. Не знаю, есть сейчас или мама все удалила. В общем, фишка в том, что убой заходит в теплицу. А, ну вот, сейчас покажу. Видите, одна обгрызанная жопка. Бой заходит в теплицу и жирает огурцы. Вот теперь, чтобы он не жрал, сделала я такую перегородку. А эти те самые огурцы, которые я сажала, вот когда Станя в шопинг пошла, вот посадила огурцы, чтобы досадить, потому что в некоторых местах все никак не выходили. Решили пристраховаться. Такая тепличка теперь у нас с огурцами. Еще мне очень нравятся вот эти цветы. Их вот сажать хорошо вдоль и изгороди. Куда-то, чтобы вот низ заражил. У нас, грубо говоря, здесь виноград, а под низом вот эти цветы. Я хочу еще раз садить, чтобы вот тут было и дальше там тоже было. Чтобы полностью-полностью все это было этими цветами. Здорово! Получается, низ особо не виден. У винограда это вот, получается, так смотрится. Голое все пространство. А если посадить такие желтые, очень даже красиво с этой стороны смотрится. Моя розочка, которую мне подарили на день рождения, вот растет. Конечно, ее немножко забили, но мама вот подкосила тут немножечко. Думаю, что нормально все будет. Наоборот, лучше может приживется, не так ее солнце будет долбить. Я удивляюсь в этом году на хосты. Они огроменные. Если на уровне моих ног, вот я стою, и они мне выше колена, хосты. Представляете, такие огромные хосты в этом году. Почему так? Непонятно. То ли дожди на них повлияли. Вот хосты зацветать собралась. Красивенько. Также там вот расцвела уже роза. Я не пробегу к ней туда. Зацвела белая роза сегодня. Тут еще очень много-много такие кустовые розы. Это пион белый отцветает. Ирисы тоже тут отцветают. И вот здесь еще есть розовенькие цветочки. Видите? Это те, которые я выращивала на подоконнике. И также белый розочек он расцветает. Еще мы с мамой придумали вчера. У нас оставалась рассада петуний. То их не было петуний, то все сразу же выросли. Вот мы посадили сюда. Вокруг яблонь. Теперь будет у нас петуний. Ну и также мы посадили на этой яблоне и на той яблоне тоже петуни. И отгородили, чтобы собаки не ходили, чтобы мужчины наши не решили, что это какой-то сорняк. И с этой стороны то же самое. И последняя композиция, от которой запах идет неимоверный, это петуния в тележке. Обычная старая тележка, никак ее не покрасимая. Вон она, с колесом там, со всеми делами. Хотели выкидывать. Мама придумала такой эксперимент. И каждый год сажаем сюда петунии. Распускается уже. Здесь вот получше, чем центральная. Ну и в принципе больше никаких изменений нет на даче. Все вам показала. Очень рада на даче. Очень хорошо. Успокоилась. Я нервную свою систему. Не так у меня хоть нервы здесь дают в связи с операцией. Поэтому все замечательно. Вечером, наверное, будем вас с собой погулять. Собака у нас смаз. Какой день подряд, какой вечер подряд загоняет коз в козлятник. Ферма у нас много коз. Каждый раз снимаю на телефон. Ну а на камеру не берут камеру. Когда беру камеру коз нет. Когда козы есть, камера нет. Состояние моё достаточно нормально. Давление немножко только скачет, но не суть. Хочу вам похвастаться, какой урожай мама собрала. клубничка. Вот такая клубничка первый урожай. И стрелки чеснока. Много-много. Сейчас будем готовить на зиму. У нас уже следующий день. Клубнику и стрелки чеснока я показала вам. Это уже сегодня у нас. Сейчас мама делает вкуснятину, покажу какую. И вот у нас промежуточный итог, что мужчины наши сделали. Столбики установили и натянули вот леску. Тем самым стоит. Но поняли, что надо будет еще леску по низу еще несколько ярусов пустить. Но уже красиво. И вот какую красоту нам мама сделала. Внизу клубника, а сверху взбитые сливки с ванилью и сахарной пудрой. Будем сейчас лакомиться. По обстановке вы уже видите, что я вернулась домой вместе с Майлсом. Завтра у нас опять очередной сбор в Москву. Уже все у меня на руках все заряжено. и машина у меня в 4,50. В общем, надеюсь, что наконец-то я все-таки уеду в Москву и все состоится. Но будем держать пальчики, что все будет хорошо. Итак, что я хочу сказать. Я не озвучила еще два момента, которые хотела на даче, но начался дождь, была плохая погода, ветер, и я не стала уже на улице снимать. Вот приехала домой и вам хочу дорассказать. Итак, у меня есть канал в друзьях «Моя семья, моя жизнь». Наташечке тебе большой привет. Хочу ответить на твой вопрос. Наташа просила меня снять поподробнее жимолость. Я в каком-то из видео сняла свою жимолость, ягодки, которые мы ели фиолетовые, рассказала все про нее. Выяснилось совсем недавно, мы с мамой гуляли, разговаривали. Также в каком-то из видео я показывала, что у нас цветет плетистый куст и очень сильно пахнет, тем более вечером выяснилось, что этот куст плетистый тоже называется жимолость. Потом я Наташе смотрела, она показывала свои обновочки, что она купила и у нее было что-то наподобие плетистого. В общем, выяснилось, Наташечка, что я неправильно тебе снимала, снимала жимолость именно ягодки. эта путаница произошла из-за того, что я не знала, что жимолость есть и вьющийся куст. В общем, какая-то неразбериха, неужели вот два разных совершенно растения называются одинаково. Ну, вот так, Наташа. В общем, тебе привет, канал классный, моя семья, моя жизнь, еще раз повторю, Наташечку, чем мне нравится, я о ней уже говорила не в одном своем блоге, она гура растений, цветов, огородов. У них недавно произошло несчастье, был сильный ураган, побило весь огород. Конечно, прям вот я смотрю, аж это, сердце крови обливается, очень жалко, понимаю, что люди вложили туда душу, любовь свою. В общем, Наташа, все будет хорошо. Ничего страшного, зато все свои родные, все живы, все рядышком, вон, какого котика вы приобрели, все хорошо. И еще я хочу ответить на вопрос, вернее, даже не вопрос, у меня получился такой момент, эстафета. Эстафету мне передал канал Лукас и Ильяс, Тенц называется, вообще бы не русский называется канал, ведет его Лиза. Лиза многодетная мама, живет она за границей, я не буду обманывать, где, мне кажется, в Болгарии, нет, не в Болгарии. Лиза, я не поняла, где ты живешь, и откуда ты, я не поняла. Ну, в общем, Лиза русскоговорящая, вышла замуж за иностранца, уехала туда жить, и у нее дочка и три сыночка, и два сыночка, последних двойняшки, и Лукас немножечко болеет. В общем, первоначально, скажу честно, я смотрела Лизу, потому что, мне стало так жалко этого Лукаса, я так его смотрела, все, ну, как-то вот, мне кажется, мы больные, к больным, как-то по-другому относимся, мы вот пережили все, и вот, я смотрю, вы знаете, на Лукаса, все его, вот эти несгоды, все, что происходит, я понимаю, насколько же вот мелко то, что со мной происходит, вот я бывает жалюсь, что мне там голова болит, то попа, то голова, то еще что-нибудь болит, а это маленький ребеночек, и с ним происходит столько всего, и они так героически все это переносят, и Лиза молодец, с мужем, занимаются, и им все-все делают, и я знаю, что в итоге все будет хорошо, его вылечить, то будет все замечательно, и так, в общем, Лиза передала мне эстафету, эстафета, почему люблю я весну, но у меня уже весна была, у нас уже лето, в общем, не получилось у меня принять эстафету от Лизы, очень поздно я увидела, и Лиза не видела, что у меня такая уже эстафета была на канале, в общем, неразбериха, ну ладно, главное, что Лиза меня отметила, а я вам рассказала вот про Лизу, про канал, Лукас и Ильяс, по-английски называется, ну, очень часто она у меня в комментариях есть, конечно, классные ребята, и сейчас я в ее ребят, зайчиков, так влюбилась, они такие позитивные, постоянно, ой, ну, молодцы, в общем, вот эти два момента хотела вам рассказать, и напоследок, похвастаюсь вам немножко своими фиалками, орхидеи, это уже покажу, моя орхидея до сих пор цветет, моя любимая орхидея, моя единственная орхидея, которая цветет, так она продолжает цвести, на кончике, что-то у нее там еще завязывает, цвете, в общем, удивляет меня, поражает, а этот цвел, а этот вот начал, понятно, в общем, вот такая вот цветет, цветет с мая месяца, не помню, с конца мая, или как, но уже месяц цветет, и когда мне ее дарили, они также цветли очень-очень долго, в общем, цветут, Ваня за ними ухаживает, все хорошо, мои орхидеи тут, цветут и пахнут, все замечательно, но нет цветоноса вообще, новые колешки есть, их много, например, как здесь, и там еще сзади, у этой тоже, ну, в общем, корешки есть, корешков много, а цветочки только вот эти, здесь, в моем уголке, все красиво, все зелено, все замечательно, ну, Ваня ухаживает, поэтому переживать не стоит, и немножечко моих фиалок, огроменных, посмотрите, какие они огроменные, вообще, они реально классные, цвет такой, реально, вот цвет, вот он, это выгрыши уже здесь, вот эти, я тебе вам показывала, вот здесь зацветает, думала, дождусь, не дождалась, но приеду, увижу, каким цветет, вот обливной цветет, вот этот, цвет такой интересный, как чайный, розовый, вот такие, тоже красивые есть, это уже практически отцвел, розовенькая, которая с зеленотой, здесь фиолетовая, вот такая, и нежно-нежно розовая, и здесь вот деточки, и вот маленькая, тоже пытается зацвести, приеду, будет цвести, ну, и со мной, конечно, товарищ муж, везде со мной, и на столь радостной ноте, я буду со всеми вам прощаться, до новых видео, всех люблю, всех целую, всем, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok